Организация и эксплуатация технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта. Пункты 12, 13, 14, 15. Пункты 12, 14, 15. Владелец сооружений, устройств, механизмов и оборудования железнодорожного транспорта должен иметь на них техническую документацию. Владелец инфраструктуры должен иметь Ремонтную и эксплуатационную документацию на железнодорожные пути, сооружения и устройства, масштабные и схематические планы железнодорожных станций, Продольные профили всех главных станционных железнодорожных путей и сортировочных горок, расположенных на принадлежащих им железнодорожных путях, А владелец инфраструктуры, в том числе железнодорожных путей необщего пользования, на которых обращаются его локомотивы. Размещение и техническое оснащение эксплуатационных и ремонтных локомотивных мотор-вагонных депо, Пунктов технического обслуживания локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, Мастерских, экипировочных устройств и других сооружений и устройств, Предназначенных для обслуживания локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, Осуществляется таким образом, чтобы были обеспечены установленные размеры движения поездов, Эффективное использование локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, Качественный ремонт и техническое обслуживание, Рациональное использование материальных ресурсов, Экологическую безопасность и безопасные условия труда, А также условия для тушения пожаров, Проведение аварийно-спасательных работ в железнодорожном подвижном составе И на стационарных объектах железнодорожного транспорта, Ликвидации аварийных ситуаций с железнодорожным подвижным составом, Перевозящим опасные грузы. Размещение и техническое оснащение эксплуатационных и ремонтных вагонных депо, Пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов, Промывочно-пропарочных станций и других сооружений и устройств вагонного хозяйства Осуществляется таким образом, чтобы были произведены качественный ремонт и техническое обслуживание, Рационально использовались материальные ресурсы, Обеспечивались экологическая безопасность, Безопасные условия труда, Условия для проведения работ по тушению пожаров и ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. Порядок оформления, заполнения, передачи бланков и документов, Связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом объектов, Инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования, Организацией движения поездов и маневровой работы, Их хранения, в том числе с использованием автоматизированных систем, Устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры Или владельца железнодорожных путей необщего пользования. Сооружения и устройства инфраструктуры должны содержаться в техническом состоянии, Обеспечивающем пропуск поездов с допустимой скоростью движения, Но не более конструкционной скорости. На железнодорожных путях общего пользования, Отнесенных к малоинтенсивным линиям или участкам, В соответствии с критериями отнесения железнодорожных путей Общего пользования к малоинтенсивным линиям, Утвержденными постановлением правительства номер 330, Сооружения и устройства инфраструктуры, Должны обеспечивать пропуск поездов и скоростями, Установленными локальными нормативными актами владельца инфраструктуры, Но не более указанных в настоящем пункте. На участках, оборудованных диспетчерской централизацией, А также на малоинтенсивных участках, Железнодорожных станциях, На которых отменены дежурства дежурных по железнодорожным станциям, Порядок движения поездов, Обслуживаемых машинистом без помощника-машиниста, А также перечень таких участков, Устанавливаются локальным нормативным актом владельца инфраструктуры. На участках с особо интенсивным движением поездов, Не оборудованных диспетчерской централизацией, Вождение поездов машинистом без помощника-машиниста, Допускается при наличии дежурных по железнодорожным станциям. Конструкция и состояние железнодорожных путей необщего пользования, Примыкающих непосредственно или через другие железнодорожные пути необщего пользования, Железнодорожным путям общего пользования, Должны обеспечивать пропуск вагонов с допустимыми на железнодорожных путях общего пользования нормами погонных нагрузок, Предельно допустимых сил по воздействию на железнодорожный путь, Расчетных осевых нагрузок, А также пропуск железнодорожного подвижного состава, Предназначенного для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. В зависимости от конструкции и технического состояния конкретных участков железнодорожных путей общего и необщего пользования, их владельцами устанавливаются скорости, соответствующие состоянию сооружений и устройств на этих участках. Продолжение следует...